Всем привет! С вами Селена Свей. Ну что, подготовимся к школе! Я хочу вам сейчас предложить макияж супер натуральный. Подчеркнем сейчас все наши достоинства и скроем недостатки. И сделаем прическу. Я, конечно же, буду подстраиваться под молодежь. И мне кажется, что даже сейчас, так как я накрашусь и сделаю прическу, мне сразу будет минус 20 лет. Поэтому каждая девочка сможет это повторить. Эту прическу и макияж можно сделать как на 1 сентября, так и на повседневные дни выбрать себе по настроению. Итак, поехали! Сейчас поделюсь лайфхаками и полезными советами с вами. Итак, первое, с чего мы начнем, это мы увлажним нашу кожу. Я буду использовать крем от Рише, увлажняющий очень легкой текстурой. Вы можете использовать любой другой крем, который вам подходит вашей коже. Сначала, естественно, мы очищаем кожу либо мицеллярными салфеточками, моем в теплой воде, то есть кожа должна быть очищена, естественно, все на очищенную кожу. Итак, я наношу крем. Я не люблю наносить много крема, я наношу его по чуть-чуть, чтобы прям впритык, знаете. Потому что прежде чем наносить все остальное, нам нужно ждать, пока то одно впитается, то другое. Кстати, под глазки я уже нанесла специальный крем, тоже увлажняющий, и сделала патчи. То есть хорошо бы, девочки, перед первым сентября делайте какую-то увлажняющую масочку. В корейских магазинах сейчас наборами продают, там 200 рублей 5 штук стоят корейские масочки. С улиточками, увлажняющие всякие. Я люблю в основном корейской косметикой пользу. По линиям массажным хорошо бы, чтобы у вас ничего не обвисало, пока вы еще молодые, все классно. Но если вы будете делать, допустим, как я бывает делаю, ошибаюсь. А допустим, наношу крем и размазываю вот так вот вниз все. Вот так вот, я замечала, представляете. Ни в коем случае это нельзя делать, девочки. Вот здесь все вверх, все вверх, вверх, вот так вот. Вот, хотя бы так. Я не скажу, что я там суперпрофессионал в этом смысле, но точно не вниз кинуть, а вверх. Вот здесь можно вот так по бокам. Либо вверх, по-моему. А вот здесь вниз, для того, чтобы вот так вот не создавать второй подбородок. И на шейку тоже, никогда не забывайте о шеечке. Ее тоже нужно смазывать. Но на самом деле я уже сбрызгнула все мистом, вот таким вот из фикс прайса. Вообще у меня мист корейский есть. Кстати, если, девочки, у вас проблемы с кожей, то очень отличный вот такой вот корейский. Он вообще там на основе натуральной всякие масла, все на свете. В общем, все, что работает прямо с проблемной кожей. И подсушивает, и лечит, и все на свете. Но так как мне достаточно увлажнения, сейчас у меня кожа абсолютно чистая, все прекрасно. Следующий шаг мы ждем, пока это немножечко все впитается. Вот оно уже все впиталось. И наношу первым делом я BB крем. Раньше была моя глупость, ошибка. Я наносила сначала под глаза, замаскировывала все, а потом сверху наносила тональное средство. Но, может быть, такая последовательность имеет место, если вы прям маскируете что-то, да, конкретное. Знаете, бывает красное, маскируем зеленым. Но я этим не занимаюсь, потому что это достаточно плотно. И, в принципе, у меня нет таких проблем с кожей. Может быть, сначала стоит замаскировать все это, а потом тональный крем. А потом сверху еще вот корректор какой-то наносить. Но я сначала наношу BB крем, а потом сверху корректор. Уже маскирую до конца то, что не дамаскировал BB крем. Я использовать буду даже не BB крем, а CC крем. Он, по-моему, идет у нас еще и на омоложение немножечко. Создает тонкое, естественное матовое покрытие. Это хорошо, но что-то матовое покрытие я не сильно замечаю. Я еще припудриваю обычно, если не хочу, чтобы блестело. Выравнивает цвет лица. Это да, маскирует несовершенство. Ну, легкий тон наносит. Также защищает кожу от воздействия солнечных лучей. SPF 15 здесь. Это тоже очень круто. Наношу немножечко на... Вот сюда. На вот сюда. Распределить все это можно пальчиками. Но я люблю использовать вот такую смешанную кисть. Вот так вот я делаю. Вот так распределяю быстренько, потому что достаточно быстро впитывается все. И я вот так вот все это растушевываю. Мне нравится, как смешанная кисть работает. Она реально очень равномерно все наносит. Не оставляет никаких разводов, полосок. И что еще классно, в отличии от спонжиков с этой кистью, что она абсолютно в себя ничего не вбирает. И мы не тратим наше средство на то, что впитывает, например, спонжик. Для меня вот кисть смешанная находка. Желательно, чтобы она была хорошо набитая. Идеально, идеально. Вообще тон зависит очень сильно от того, насколько мы увлажнили нашу кожу. Хорошо и правильно. Вообще просто. Вообще, вообще не видно его. Посмотрите, как красиво и ровно лег. Нигде не видно. Поехали дальше. Следующий шаг – это нанести корректор. Я использую корректор Фаберлик. Это мой любимый корректор. У них есть там два вида. Более светлый, более темный. Я беру всегда более светлый. И он подходит под любую мою кожу. Под белую, если я вообще не загораю. Также и под загоревшую, когда я сильно-сильно загораю. И вот какой-то универсальный. Он, наверное, еще и подстраивается под кожу. Но он прекрасно ложится. Я его вот так вот наношу. Много чего-то. И пальчиками распределяю. Мне кажется, что под глазками самое лучшее. Именно пальчиками распределяю. И такими вбивательными движениями. Сам корректор, текстура его тоже очень легкая. И что мне нравится, со временем она не скатывается. Сколько у меня этих корректоров, девочки, вот у меня вот здесь. За вот этой вот моей полочкой. Там просто видимо-невидимо. Смотрите разницу, да? Здесь корректор, здесь его нет. У меня все почти корректоры фирмы от и до просто все скатываются. Вот этот единственный нормальный корректор, который не скатывается в течение целого дня. Поэтому я его всем всегда рекомендую. Плюс цена у него вообще приемлемая достаточно. Итак, все. Мы замаскировали под глазками. Также я наношу еще на проблемные какие-то места. Обычно покраснения вот здесь вот есть, вот здесь вот какие-то. я тоже наношу и тоже пальчиком вот так прибиваю. Все. То есть сейчас наша кожа абсолютно выровненная. Следующий шаг обычно, если это я для съемок, конечно, готовлюсь, я вообще припудриваю. Но вообще я не люблю, когда кожа блестит сильно. Поэтому я немножко обычно припудриваю. И для этого у меня есть две пудры. Одна белая, вообще абсолютно бесцветная. Это Make Up For Ever. Она вот такая вот в порошочке. Сразу дым, пыль с толком. И вторая у меня от Seventeen, недорогая такая. Она подходит под мой цвет лица. Я могу тоже вот так вот кистью набрать. Но лучше сначала подождать, пока немножечко все-таки еще впитается тональный крем наш. Вот когда он уже еще чуть впитался, я могу вот кистью очень легко вот так вот пройтись. Просто немного претонировать наше лицо, чтобы оно не блестело. Все. Теперь наше лицо, мне кажется, совершенно идеальным. Теперь нам нужно немножечко придать лицу здоровый вид. Это мы делаем с помощью румяна. Поэтому, например, вот румяна от Guerlain у меня вот здесь вот. Я просто беру... Они вообще это не румяна даже, а румяна пудра. То есть можно запудрить все лицо легким слоем. Оно, кстати, придает очень классное сияние. Можно также этим делом и скорректировать немножечко и румяна, и как корректор. Я беру большую кисть, вообще не парюсь, и просто наношу на щечки. Как румяна. Смотрите, как хорошо получается. И натурально, главное. Плюс они имеют легкое сияние, и поэтому становится такой еще более здоровый вид. Также я опережу свое видео с лайфхаками немножечко. И открою вам еще один маленький секрет. Не выкидывайте, если вдруг у вас есть пудра, которая немножко вам не подходит, и она темнее. У меня вот пудра от Max Factor, она, кстати, очень хорошо корректирует, матирует. Она у меня темнее на пару тонов. Я ее использую тоже как корректор. Немного притемняю те места, которые хочу. У меня кожа светлая, поэтому если я буду использовать что-то очень темное, сразу будет видно и будет некрасиво. Вот так. Вы заметили, у кожи появился уже более-менее здоровые какие-то очертания, блески. Но при этом совершенно незаметные. То, что я люблю. Мы закончили с тоном лица. Сейчас переходим к теням. С тенями все очень-очень просто. Я буду использовать Maybelline. Вот такую палеточку очень нашумевшую. Ее очень рекламировали раньше. Просто потому, что она доступна, если кто-то захочет такую найти. Мне здесь нравится очень много натуральных цветов и перламутровых, и матовых. И можно сделать и вечерний макияж, и дневной. У меня есть еще палетка из Америки, которую я заказывала. Я ее не буду вам показывать, потому что это сложно. Там сложный процесс ее заказывания. Буду использовать две кисти. Одна вот такая бочонок-растушевочка. А вторая кисть для растушевки карандашей вообще. Я вам покажу, как я ее использую. Итак, я беру обычную кисточку. Сначала я беру тени самые светлые и наношу их по всему веку. Для того, чтобы наши следующие тени, которые мы будем накладывать, распределялись равномерно. Вот так вот наносим по всему веку. Самый светлый. Он такой не белый, он такой натуральный. Для школы яркий макияж не приветствуется. И у нас сейчас вообще модно. Чем более натурально, тем лучше. Поэтому мы с вами не будем делать никакой яркий макияж. Мы нанесли сейчас белые тени. Потом берем буквально следующие или через один темные, которые будут здесь. Я вот даже вот предпочитаю, смотрите, вот это я сейчас наносила. И можно использовать вот, например, вот эти. Видите? Они тоже светлые, немного темнее. Мне кажется, замечательно будет. И их наносим в складку нашего века. Вот так оттягиваем. И вот прям в складочку. Причем не по всему даже, а где-то вот с серединки начиная. И вот в уголки. Вот так. Видите? Разница появилась. Но незначительная. А глаз подчеркнулся уже. Если вам такого, например, будет недостаточно, и вы захотите все-таки еще чуть-чуть притемнить, то можно взять тогда чуть-чуть потемнее цвет. Вот этот, например. И прям буквально точечно нанести вот сюда, в кончик. Вот так. Следующий шаг. Это мы берем тени, которые красили средние. То есть вот эти. И проводим все нижнее веко. Тоненько. Также возьмем следующий, который мы брали. Там темненький. Или можно вообще вот чуть-чуть взять вот такой вот. И в уголках глаз. Добавляем. Можно и не добавлять, кстати. Это уже на ваше усмотрение. Я нижние ресницы не крашу. Поэтому я за счет того, что добавляю темненькие тени, подчеркиваю нижнее веко. У меня ресницы нарощенные. Поэтому я их красить не буду. И нижние я тоже не крашу. Кому интересно, у меня 2D изгиб L. Брови я не трогаю, потому что у меня натуральные брови. Я не люблю их сильно затемнять. Поэтому мы их оставим так, как есть. Но если кому-то нужно сделать бровки, то тоже какой-то натуральный карандашик. Можно их немного подтемнить. Или сделать форму. У кого, например, проблема с формой какой-то. Следующий шаг. Это у нас губы. С губами я тоже делаю некий лайфхак. Я беру натуральную помаду. Вот это, например, помада Faberlic. Номер 4009. Натуральный цвет, посмотрите. Видите? Натуральный цвет под мои губы. Под мой маникюр также. Что я делаю? Все равно, когда мы наносим помаду, она достаточно плотно ложится и ярко. Вот, смотрите. Она такая еще не матовая, видите? Увлажняющая. И всегда я так делаю. Я крашу губы. Но потом беру, например, и просто промыкаю. Пока не будет матовый цвет. Примерно вот так вот. Все. Макияж натуральный готов. По-моему, очень даже ничего. Мы подчеркнули с вами наши глазки, наши губки, легкий контур. Если кому-то контура надо больше, добавьте еще больше. Но главное, не переборщите. Но теперь подойдем к прическе. Какую прическу я вам предлагаю? Разделим наш проборчик напополам. Вам понадобятся две резиночки. Делаем два хвостика. Ну вот и все, прическа готова. Нет, я шучу. Можно выпустить вот здесь вот прядочку, если она у вас не очень длинная. Вот у меня она такая самая короткая, которая есть. Мы ее потом подкрутим красивенько. Так, сделали два хвостика. Вымерили, чтобы было одинаковое расстояние. Теперь берем, расчесываем наши хвостики. Делим на две части. Закручиваем от лица каждую. А потом между собой закручиваем к лицу. В противоположную сторону. Получается такой красивый жгутик. Который мы потом с вами закручиваем. Такую красивую гулечку. Вот такие вот красивые две гульки у нас получились. Эту прядку мы можем оставить так. Можем ее немножечко подкрутить, чтобы она была волнистой. Одеть какие-то сережечки, наряд. И все замечательно. Вот такой вот образ на 1 сентября или в школу на каждый день. Надеюсь, вам понравилось. И пригодятся мои лайфхаки и полезные советы. Также девочки помладше, например, какие-то классы могут сделать вот таких два хвостика. И все то же самое, только не закручивать дульки. Здесь просто заколоть. Очень красиво получается. Такие вот косички. Просто школьница. Хорошей вам учебы. Хороших сборов. Прекрасного 1 сентября. И всего учебного года. Я вас люблю, целую и прощаюсь до следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok